Не так часто в Шымкенте выносят приговор за терроризм, вроде такой тихий городок. В вашей памяти у вас сколько было таких дел именно по терроризму? У меня по терроризму я очень много дел рассматривала. Это уже 3-4 года прошло. Я много дел рассматривала. Тогда в свое время группа проходила, 16 человек, группа Байтюгельвых, я их рассматривала. Потом по одному, по двое, по трое, по четверо. Очень много, я бы не сказала, что это. Ну, буквально, наверное, 8-9-10 дел примерно я рассматривала таких. Именно по статей терроризма, да? Можно немножко поподробнее об этом приговоре? По этому? Ну, сейчас я сказала, я осудила приговором от 21-го числа 2014 года. Под моим председательством было рассматривано уголовное дело в отношении 4-х подсудимых. В отношении Абдувайтов Аслжана, Байжакан Бекжан, Абдувайтов Сапархан, Бекмурзаев Марат. Абдувайтов Сапархан является отцом Абдувайтов Аслжана. И они были признаны виновными по статье 233, прим. 2, час. 2 и по статье 233, прим. 3, час. 2. Трое по двум статьям было признаны виновными. И в отношении Абдувайтов Аслжана и Байжархана Бекжана было назначено по 9 лет каждому лишению свободы с конференцией имущества и общий режим к отбытию. Также Абдувайтов Сапархану по этим двум статьям он был признан виновным. И ему было назначено 8 лет лишения свободы с конференцией имущества и исправительную колонию общего режима. Бекмурзаев, еще четвертый из них, он был признан по статье 251, час. 2 колонии после республики Казахстан. И ему назначено 5 лет лишения свободы общего режима. И в данном случае, вот Бекмурзаев только он по другой статье, он ни участия, ни финансирования у него нет, у него хранение оружия. А по что управлялись оружия? Они не переправлялись. Здесь, например, вот оружие откуда? Здесь вот сейчас мы говорим, они принимали участие в терроризме. Эти люди, их не было в Сирии и так далее. Поэтому участие чем? Они здесь за эти деньги, за эти деньги они здесь добывали, покупали эти оружия и хранили. Они же переправить оружие невозможно, ни самолетом, ни таким образом, это невозможно. Они здесь хранили, ну для чего-то. Сейчас об этом данных нету, поэтому я ничего не могу говорить, но однако хранение было. А почему связали именно с сельскими событиями? Вот Бекмурзаев, вот этого, осужденный Бекмурзаева Марата, родной брат Талгар Бекмурзаев, он является там, он руководит этой группой в Сирии. Он там. Это по его указанию, по его просьбе он хранил особитое оружие. Потом он все равно, он попросил, говорит, там один тоже, этот, участник переезжает в Сирию, он продает все, имущество свое все продает, говорит, у него кое-какие вещи, говорит, просто оставит он у тебя, потом он заберет. Так и они, говорит, сразу на крышу, он, тот человек, когда пришел к Бекмурзаеву, говорит, попрячь подальше, чтобы дети и другие не видели ничего. Когда поднимали наверх, на крышу, он, говорит, он служил раньше в армии, я, говорит, почувствовал, что это оружие. Испугался, говорит, и ни слова не сказал, я брата боялся. Потом, через некоторое время, вот, вообще ни слуху, ни духу, он ждет, ждет, никто не забирает, он боится, он, говорит, не ел, не пил, переживал за все это, сколько он будет здесь находиться. Потом позвонил брат, сказал вот то, что оставили, закопай метр, метр полтора, чтобы было не видно было. Потом, говорит, когда нужно будет, она выйдет оттуда. Таким образом, вот это все записи с инограмм все имеются, это все наши, КНБ хорошо работает, вы сами знаете, они все это зафиксировали. Это одним из доказательств по делу. Много, все записи имеются, вот, между другими троями. Там есть двоюродный брат Абдуваитов, он тоже там находится, он занимается финансированием в Сирии, вот этого правая рука, будем говорить, Бехмурзаева Талхата, который там уже проводит. Все переговоры, записи все из материала дела, они почти что основные доказательства по делу. И другие материалы дела, все поддерживаются, по моему мнению. Но переговор на сегодня не вступил в законную силу, еще 15 дней сроков есть для подачи апелляционной жалобы, это их право. Поэтому на сегодня суд принял такое решение. Сами подсудили свою вину, не признали? Все они признают частично, кроме Бехмурзаева. Бехмурзаев полностью признает, насчет оружия, которое. Все эти трое признают частично, они признают финансирование. И то, не зная, что они, это в Египете, ой, в Египете говорю, в Сирии воюют, не знали. И он был нашим начальником, мы исполняли его указания. Пожалуйста, сколько фанатов делалось в суду времени, чтобы распространяться? Два месяца. И, может быть, вопрос не совсем как к судье. Шарабдевшина, скажите, пожалуйста, как Вы считаете, участие в террористических группировках, когда наши казахстанцы принимают по какой причине? Это деньги или не свойственные нам религиозные убеждения? Это религиозные убеждения. Я так считаю. По-моему. Они этим здесь занимались. Намаз читали. Мы же здесь, как и много дела, рассматриваем. Они же все неправильно держат вот этот путь, как это объяснить вам. Там деньги роль не играет, потому что они деньги на себя же не тратят. Если бы тратили на себя или выгоду какую-то имели, нет. В данном случае это религия. Это вот секты, да? Агрессивные секты. Секты же не называют их. Они так же, ислам называются. Ну, там же тоже течения разные же. Ультралевые, ультраправые разбировки, да? Течения разные. Они неправильно это принимают. Это, получается, все-таки упущение в воспитании, да? Я бы так не сказала. В одном доме несколько детей. Один из них, например, вот считает, что вот это правильно. В течение ислама вот это правильно. Другой против, например, нет, это не будут. А третий вообще намаз не считает. Он говорит, мне еще рано. Поэтому я бы не сказала, что это воспитание. Вот здесь получается, конечно, родственники, да? Тут папа, сын, двоюродный брат, да, получается? Двоюродный брат там в Сирии. Он, я же говорю, он правая рука по финансированию. Он поэтому здесь, ну, человек ищет, поручать же будет только близким и доверенным лицам, правильно? Он доверяет своим братьям, двоюродным братьям. Вот это брат, это племянник, да, брата сын, младший вот это Аслжа. И Байжар Ханг, он с ним вместе работал, уже 10 лет вместе работал, когда он еще фирму открыл. Есть одноклассник Сосницкий, который работал у него бухгалтером, у этого, Иржана Абдубаитова, который находится в Сирии. Он был бухгалтер, он отправлял в основном деньги. То есть, как правило, большой круг людей знает о, да, какой-то террористической группировке или не посвящают родной группе? Ну, они даже по телефону, когда разговаривают, по телефону, это все как-то тайно, не говорят. Он даже оттуда поручение дает. Ты назови как-нибудь охотник или там рыбак или футболист, что-то обозначает, что-то чем-то. Ну, он конкретно не говорит, они друг друга понимают, может, у этого говорили, о чем это здесь идет. Ну, они соблюдали все порядки, чтобы это было. Они боялись, что вдруг, возможно, их на прослушке они и так далее и подобное. Понимаете, эти были уже на прослушке, как это стало известно. Поэтому все их разговоры записаны. А с какого года за ними дели? 11-12. С 11-12 год? 11-12. Половина 11-го, даже конец 11-го и 12-й. 11-го, даже конец 11-го, даже конец 11-го. 11-го. 12-го. 12-го. 10-го, яnaik фраза.